На прошлой неделе в одном из Свердловских городков из Сирии «Где-где» было замечено очень резко помолодевшим такое криминальное ремесло, как автоподстава. До такой степени, что автоподставщик был вынужден работать с велосипедом и еще с наставником, практически тренером. В Ревде у перекрестка Азина и Цветников, у пешеходного перехода, охотился на автомобилистов мальчонка лет 7-8 с велосипедом в руках. Дальше рассказывает один из рулевых. Подъезжая, начинаешь его пропускать, показываешь, проходи. Он головой кивает, что нет, не пойду. Только начинаешь трогаться, тихонечко, он тут же с велосипедом кидается тебе под колеса. Поворачивала девушка тоже на двенашке, так же показала ему рукой, он нет. Только начиная трогаться, он начинает под колеса с велосипедом кидаться. Я еле как бы тихонечко успел проехать, пока девушка заворачивала. Остановился на перекрестке, чтобы вызвать ГАИ, сообщить, что вот такая ситуация происходит. Увидел, что на этом же перекрестке в стороне стоял мужчина в капюшоне с желтым рюкзаком и с телефоном. Видимо, как бы снимая вот это вот, все же хотел зафиксировать, что якобы его собьют сейчас. Увидев, что автомобилист, только что избежавший велоподставы, никуда не уехал, а стоит и куда-то звонит. Оператор-наставник ломанулся к пешему веложулику и оба резко исчезли где-то во дворах на улице Цветников. ГАИшники на месте происшествия побывали, с людьми пообщались, видео посмотрели, получили. И в итоге ребятенка опознали, соответственно, родителей к ногтю. То есть с ними была проведена беседа о недопустимости подобного поведения на дороге. В школе, где учится малец, учившийся жульничеству с риском для своего здоровья и чужого имущества, тоже проведут дополнительные профилактические порки. В смысле беседы.